здравствуйте друзья вечереет где-нибудь сейчас пол восьмого я двигаюсь по аэропорт международный аэропорт сан-франциско и у нас там сегодня новый встречаемый который летит не скажу точно откуда из российской федерации в нью-йорке там его оприходуют иммиграционные власти и дальше он оттуда прямо к нам вот так что скоро мы приедем в аэропорт давайте я я не уверен что у меня вообще видите тут в темноте давайте я переверну камеру на улицу вот хайвей но сказать что для половины восьмого тут в общем то не так плохо движется вот я сейчас еду со скоростью 40 миль или 60 копеечкой километров в час хотя он так не неровно ведь сейчас замедляется ну дело такое в общем я надеюсь что мы с вами в аэропорту вернемся к съемке потому что так прямо по дороге ничего такого у нас не предвидится хочу сказать только заранее тоже у нас есть люди которые норовят поставить лайк еще не смотри не смотрев видео в данном случае друзья приберегите свой лайк потому что он понадобится в момент закрывания крышки иммигрантовоза и в этот момент когда вы поставите свой лайк вы дадите дополнительный такой стимул дополнительный толчок можно сказать успешной иммиграции приезжающего молодого человека поэтому так вот мы с вами давайте договоримся вы пока придерживаете и смотрите до самого конца потому что ваш лайк понадобится в самом конце если сил смотреть до конца нету ставьте лайк прямо сейчас конечно это тоже неплохо вот а можете там прокрутить туда в конец тоже ничего страшного не будет все только друзья я с вами сказал что встретимся в аэропорту и кнопочку нажал и остановил съемку и тут позвонил мне на сотовый наш герой который заодно сказал что он из тольятти это не первый человек у нас из тольятти друзья вот значит и он сказал что он уже вышел из самолета и ждет багажа своего вот а мы как раз и едем то есть в данном случае мы его подберем не как обычно внутри там помещение а мы его скорее всего подберем прямо вот там где забирают пассажиров на улице вот увидите заодно как это происходит так что заезжаем друзья заезжаем в аэропорте значит нам теперь надо не на паркинг не промахнуться не на паркинг а туда где встречаются да что тут пишут нам департин нет и равен влайт значит слева вот мы едем туда я не играю вот здесь становимся слева и вы сейчас увидите как красиво все это происходит да а уже тогда разговаривать с нашим вновь прибывшим мы будем а когда будем ехать по дороге так да едем на бегич клэйм все правильно отлично отлично вот сюда так может быть мне даже правее встать сейчас посмотрим в принципе терминал дельты он прямо тут где-то должен быть в самом начале сейчас мы посмотрим так не спеша но уверенно пытался все вот прозвониться второй раз но что-то такое ощущение что мы с ним друг друга не услышали так эта компания south west давайте мы ее объедем тут посмотрим она нам не нужна фронтир 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 нам тоже не нужна че он там ага так мне кажется я могу ехать так в фронтир пум 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 а вот и дельта сейчас пропустим дяденьку и пойдем вправо вот где-то здесь должен быть наш герой вот он друзья значит чемоданчик свой закидывает да и вы знаете нашу процедуру с стойте стойте значит в тот момент когда всеволод нажимает кнопочку иммигрантовоза в этот момент вы все нажимаете кнопочку лайк и мы да и мы отправляемся в новую жизнь а я буду ликовать хоть я и не в кадре давайте все пошли вот друзья мы тут едем тут пока света много знаете так интересно значит решался вопрос куда нам всеволода отвезти на ночлег и в перспективе он собирается жить там с ребятами румейтом да там есть какие-то варианты а пока что мы его к некому алексу откуда вы знаете алекса я знаю заочно то есть только вы громко говорите когда звонил по номерам которые мне предоставила школа до чтобы квартиру чтобы найти какое-то жилье собственное то есть он предлагал что-то ну да да там у него как раз кто-то вроде но я так у нас съехал они тоже еще вот ну там в общем непонятная ситуация то ли они до конца месяца потом другое место хотя сейчас за ночью эти там видно было утро вечера мудренее так ну давайте рассказывать о себе так вы я явно выставляете слава послевал всего но слава нет сева 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 ссорит сева значит вы из тольятти чего там делали работал работал учился работал лучше учился где на кого в общем я первое образование выше логическое переводчик инвест какие языки английский немецкий уже неплохо так уже можно жить дальше вот а в 2013 году я решил поступить инвестратору после общения с вами на программной инженер и это я вас навел а как как мы общались обсуждали вопрос по еще он бит по варианту поэтому что скайпе с вами да окей хорошо три года так подойдите как же вас взяли в аспирантуру или там магистратуру на программную инженерию если вы гуманитарий потому что закон не запрещено сразу мы сломала до регистратура без бакалавра бакалавр то есть условно он уже есть вот община но дальше в родину любил вот это да 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 так остальное уже там приложится я понял интересно вот ну и собственно хотел как-то плачет вот такой чтобы карту выиграли ну я думаю что запрос был послан то есть вы просто пытались определить какой-то способ вот а на самом деле важно было запрос дать а способ нашелся вот таким образом так подойдите вы сколько проучились программную инженерию 2 года получается и закончили да а не пришлось поработать по этой части ну не успел просто не пришлось я параллельно работал так а лет вам сколько полно ну полно тридцать а бывают не полная группа говорят 32 вот эти а семья какая-то есть нет то есть вы сами по себе то что это удобно так а родители у меня мама в общем она вот а папа в стольятти но баба чё говорит давай к обустраивать сынок я к тебе приеду или чё вы пока все это тяжело нам маме тяжело мне тяжело ну конечно а вы жили с мамой я одно время жил но в общем я почти каждый раз видел каждый день то есть у вас проработала да да мы в общем так общаемся не общаемся мамы не пусть молодаешь совсем вас сколько у мамы разница в возрасте нет нет вас детей сколько у мамы а я один нет нет конечно да да мама думает заведет с этого американку как я с ней разговаривать буду не говорит так пока нет понятно а мама работает или на пенсии мама работает а что делать работает подолкаться хорошо а вот в той среде в которой вы вращались вы скрывались что вы едете там кринкарту выиграли куда-то уезжаете или люди которые там с вами были они знали одобряли или вообще какая ситуация ну вообще скрывался поэтому я то есть там вокруг патриотизм сильный в общем да в общем да ну знал похоже пару человек то есть вы как бы уволились и неизвестно куда делись ну да была история что я ухожу в IT ну да образование получил и пошел в IT да понятно ну что же хорошо так а как вы вообще на нас напали то три года назад я уже смотрю наверное это 24.5 ну то есть мы уже не скажем 2000 но с 12-го точно то есть вы 4 года точно вы кнопку узнали про все про кнопку ну конечно я же сразу потянулся да я же знаю где она все же хорошо так сколько вы в пути давайте сообразим ну в пути получилось получились сутки сутки то есть вы сначала до Москвы да или как сначала до Москвы вот в Москве пошлось посидеть в Шереметьево в Шереметьево ага в Диевке ну да как там самолете ничего кормят как то вот достойно или так ну кормят вот неплохо в общем то вы аэроплотом летели на работу но эти должны были покормить 2 раза нормально хорошо хорошо так в чайке вы проходили пограничный контроль да и чего они вас да в общем ничего особенного спросили где я чуть запомнил пройдет конверсов одно был у вас да конечно дорога качка качал какой пакет что за пакет что-то подумал что речь потом собрали вообще как багажа нет это бумажника это ну что же хорошо то есть мы как бы подготовленный такой человек но я вообще поломерить горка тревогу были оси сей ну в общем похоже программ я понял что же хорошо вот так про вас все более-менее понятно а чего вдруг в америку захотелось вот вы жили себя жили переводили там с одного языка на другой и обратно и вдруг ну давай ему оберегу а я в общем-то профессия работа практически не работал перевозил я работал в основном в отделе внешне-экономической деятельности занимался переводом в наше время вы бы там гэбэшником были стучали бы там приехал посмотрелся понравилось за полу душу понял вот так вот что на лето то посылает молодежь она потом браться нету ну я-то вернулся ну да хотя хотел слушайте а вот в тольятти например как-то проявляются санкции там какие-то американские бирсоюзы там что-нибудь как-то вот народ по себе чувствует какие-нибудь санкции если честно я не совсем даже понимаю вот в этом смысле о чем может идти речь на практике ну да вот допустим до санкций так же или а после санкций вот так ну нет в общем то я не чувствовал ничего такого то есть сыры санкционные вы не покупали там а а хе-хе-хе ну да хорошо за что-то я не сильно как-то заметил а что такое столько разговоров санкций санкций никто и не заметил там может и не было санкций ну какие-то есть несколько видимо не сильно страдает народ ну они так сделаны чтоб народ не заметил конечно санкции против тех кто решение принимает а не тех кто там только ура кричит как бы да вся задумка была такая конечно ну что же хорошо а вот то что вот люди вот сейчас многие говорят что раньше они там раз в год куда-то ездили там в Турцию или там в Египет а вот сейчас у них возможности нет это есть такое или у вас там народ особо и не не ездил никуда нет ну Египет и Турция были всегда направлением самым популярным потому что они были доступны так Египет закрыли Турцию тоже закрыли но буквально неделю назад ее уже открыли ну и народ народ сразу поехал или думает ну его нафиг там стреляли я статистику не смотрел но вроде как народ ездит не переживаю у меня пара знакомых есть которые ездят так что да вроде как курорт не считается а вот Крым это популярное направление то есть вот собственно я думаю что он на гривны дешевле был чем сейчас но но вот как то с учетом закрытия Египта там и всяких международных напряженностей вот я сейчас ничего не могу сказать я про это ну ничего не знаю то есть вы не знаете кого-то кто бы ездил в Крым из Тольятти я знаю одного человека который ездил в Крым он ездил туда в ноябре во первых так ну что-то не больно впечатлился я бы так сказал по части инфраструктуры ну так что-то что-то так как-то ну да как-то без эмоций с людьми особенно хорошо хорошо ну что же ладно давайте тогда я буду считать что вы у нас прибыли и мы репортаж наш все люди смотрят знаете как они кнопки нажимают конечно сам смотрят вот сам сам да потом будет смотреть и говорить свой собственный репортаж будет смотреть лайк нажимать там вот за свой обязательно да и давайте мы тогда всем ребятам пожелаем привет передадим привет пожелаем успехов и последнее может быть как сказать есть какое-то ощущение облегчение или может быть что-то такого вот зашел прошел контроль или или просто усталость и все пока пока все как сон все разошло я понял ну хорошо это обычно занимает недельку чтобы так немножко очухаться так в калифорнии вы не были там где-то еще были я был в нью-йорке я был на дрон на северной каролине на южной каролине да как там нормально да неплохо да все хорошее влажное тип село такое ну да такая местность такая очень очень сильная влажность я бы сказал ну океан конечно теплый вот ну конечно на северной королеве очень зеленый штат что там очень очень много растений деревьев по-русски зеленые штаты там где зеленым змеем все увлекаются вот а у нас просто растения тут ну хорошо миленькие штаты ладно друзья мы значит отпускаем нашего гостя и потом уже когда он в себя немножко придет будем за ним послеживать как он там вообще учится с таким замечательным бэкграундом значит нашим делам счастливо то вот вот